Всем привет, Налеке и Дипрограмм. И как вы уже поняли из названия этого видеоролика, я покажу вам, как собрать самые сложные моменты того, как собрать вот такой вот принтер, который будет рисовать фломастером, как вы уже могли это заметить, который будет рисовать фломастером какие-нибудь разные картинки. Я покажу вам, как его собрать. Ну что ж, давайте приступим к сборке. Поехали. Первое, что мы соберем, это головка, на которой будет располагаться фломастер, в котором и будут рисоваться наши картинки. Что для этого нам нужно? Сначала мы берем обычный средний мотор, потом берем три синие вот такие вот рамки и крепим их одна на другую. Так, чтобы они находились одна под другой. Вот так это должно выглядеть. Теперь мы берем балку на 6 мм с глушителем в конце. Вот, она такая вот коричневая. И шестеренку черную на 1 см диаметром. Теперь, что мы делаем? Мы должны поставить мотор так, чтобы его красное отверстие находилось вот здесь вот, то есть на третьей линии по середине. Аккуратно его ставим и крепим так, чтобы шестеренка находилась там, где находится это отверстие. То есть вот так вот, если вы можете видеть. Да, и теперь мы аккуратно берем коричневую балку с глушителем. И ставим. Готово. Вот так оно должно выглядеть. И сюда ставим мотор так, чтобы он, его отверстия находились вот здесь вот, чтобы они смотрели один на другое. Чтобы они, чтобы между ними можно было поставить, можно было поставить пластинки, чтобы их соединить. Теперь давайте так и сделаем. Мы ставим серую пластинку 8х2 сверху и пластинку красную 2х4 снизу. Готово. Вот так вот должно выглядеть. Так. Теперь мы делаем так, чтобы можно было на него сгребить фломастер. Что для этого нам нужно? Мы берем два соединительных элемента угловых. Вот так вот они должны выглядеть. И должно быть два. И ставим так, чтобы они находились пропорционально нашим пластинам. Серый и красный. И чтобы их отверстия находились так нам лицом фактически, чтобы можно было закрепить синюю пластинку 2х6. И так должно получиться. Вот так вот. Теперь на нее мы крепим две пластины 4х4 квадратики. Крепим так, чтобы квадратик, не надо, чтобы две именно последние находились на самой синей пластине. Так, чтобы три клетки занимало один квадратик и второй квадратик. Это должно быть выглядеть вот так. Да, что мы теперь делаем? Теперь мы делаем так, чтобы можно было сюда скрепить дальше фломастер. Мы должны взять вот такие вот две, два элемента с отверстиями. И поставить их на вторую снизу или на третью сверху. Так, чтобы они располагались ровно на стыке двух пластинок. Вот так вот это должно выглядеть. Теперь мы должны сделать вот такой вот соединительный элемент, чтобы можно было его аккуратно сюда поставить и закрепить вот сюда фломастер. Как мы это делаем? Мы должны взять две длинных вот таких вот палочки с глушителем в конце. Они должны быть серыми. и аккуратно поставить их и закрепить так, чтобы они не болтались. Да, вот так вот должно выглядеть. На одной у нас должна быть всего лишь одна желтая деталька, глушитель фактически. А с другой стороны должно быть вот так вот, желтая, большая красная. Можно здесь поставить либо красную, либо для желтых, как я и сделала. Вот так оно должно выглядеть. И аккуратно ставим именно так, чтобы две палочки находились в отверстиях, которые располагаются в центре. Именно вот так вот, чтобы здесь одна отверстия и здесь одна отверстия все равно оставалась. Мы, конечно же, можем и переставлять их в разные отверстия в личности от того, как нам нужно. Но мне лучше всего, если это будет здесь. Да, теперь для устойчивости, чтобы когда мы будем поднимать с фломастера и опускать, мы должны взять вот такую вот резиновую, резиновую соединительную деталь, крестовину на крестовину и аккуратно поставить ее на одну палочку. Может, конечно же, на другой тоже самое делать, но я сделала только на одну, потому что на любых ситуациях. Да, сюда мы ставим вот такой вот фломастер. Вот так вот должно выглядеть. Как сделать такие вот резинки? Резинки, кстати, идут в комплекте, да. Вы должны будете взять вот такие вот детальки, чтобы сначала это был элемент один на один, то есть двушка, а в конце у нее был шарик для укрепления резинок. И так вот должно выглядеть. Да, в самом конце, можно даже здесь, если, конечно, у вас фломастер, как в зависимости от того, как у вас фломастер смотрит, сюда или сюда, вы должны поставить вот эту вот деталь один на четыре, сверху, в зависимости от того, где находится у вас фломастер. И поставить ее аккуратно так, чтобы она оказалась ровно на соединительной вот этой детали. Аккуратно ставим и делаем вот так, чтобы она ровно вставала. Так должно получиться у вас. Вы можете, конечно, это немножко переделать, так вам может понравиться, но я сделала именно вот так. Да. Теперь давайте сделаем так, то есть сделаем мост, по которому это будет все передвигаться. Мы, нам понадобятся вот такие вот детали. Я вам разложу, может, с вами все раз заметить их. Да, что мы делаем? Мы сначала берем две самые большие, 16 на 1 балки. И снизу, вот здесь вот, ставим белую пластину, а именно 2 на 8. Ставим ее с одной стороны, неважно именно с какой. Самое уже не посередине. А с другой стороны ставим синий. Да. И, у вас здесь, как вы видели, у нас остается еще некоторое расстояние. Именно сюда мы ставим кубик 2 на 2. вот то место, где у нас еще не были закреплены пластины. Да, чтобы можно было поставить это на наш принтер. Теперь мы должны сделать с другой стороны то же самое. Только мы возьмем вот такие вот маленькие пластинки, дужки, и поставим их одна на одну. Вот так должно получиться. Да. Теперь мы сделаем так, чтобы головка, которую мы уже сделали ранее, она могла спокойно перемещаться по мосту. Нам понадобится две вот таких вот ребристых пластины. Один на четыре. И поставим их так, чтобы с одной стороны оставалось четыре отверстия, и с другой стороны оставалось четыре отверстия. Перед ними, ровно перед ними, мы ставим простые один на четыре гладкие пластины. В моем случае это оранжевые. Потом берем пластинку один на два, ставим ее с двух сторон. И на нее ставим вот такие вот треугольные детали. Вот так вот они должны выглядеть. На них ставим треугольные детали, чтобы наша шестеренка не выехала за границу. Я проверял, она может так сделать. Теперь сюда мы ставим вот такие вот гладкие детали, соединительные, просто встали, круглые, оранжевые, с выемкой. Ставим. Готово. Теперь мы сюда ставим две пластины с разной стороны. Синих один на два. С одной стороны у меня я не нашел, у меня вот такие вот две один на один детали. И сюда мы уже просто аккуратно будем поставить все это. Мы вот это вот аккуратно все снимаем, ничего не руша. Не руша, да, не разрушая. Мы аккуратно ее вот так вот закрываем. Но лучше снять еще и нижние детали. Готово. Видите, у нас мост встал на свое место. Теперь мы сюда должны поставить с одной стороны на свое место, обратно. Те две детали, которые мы соединили еще вначале. Вот так они должны выглядеть. В конце один на два. Посередине круг. И здесь угольник, треугольник на один на два. Да, поломался подмастер. вот так у нас должно получиться. И давайте поставим все это на наш фринт. Что мы должны сделать? Мы должны аккуратно это все углубить. Там. Лучше ломастер еще вверх поддвинуть резинку. Чтобы легче было поставить. Вот так вот. И аккуратно сюда все вставим. Фактически готово. Да, здесь две детали. Они должны находиться не на самый последний, а на предпоследний. вот так. Если у вас сломает фломастер, ничего страшного, вы можете поставить его обратно. Вот так. И теперь все точно нужно сработать. Аккуратно вставим. Ставим. Крепим. И у нас все готово. Теперь давайте разберемся с тем, как сделать так, чтобы этот фломастер поднимался и опускался. Для большего вашего удобства я предлагаю снять мостер, потому что логатико мостер. Да. И вышесел в конце. Вот он. Чтобы вы все видели. Поехали. Что мы делаем сначала? Сначала нам нужно взять палочку на один сантиметр и поставить ее в мотор А. начало положено. Теперь мы берем соединительную сталь длиной в три отверстия с крестовины на обычную на обычный на обычное отверстие. Да. Мы его ставим так, чтобы он находился в положении горизонтального. На него мы ставим палку надо сказать на один на пять и на пять отверстий аккуратно вот так ставим. Теперь мы берем вот такой вот элемент с отверстием ставим его ровно над мотором А. Вот так. Да. Сюда теперь мы берем опять вот такой соединительный элемент как в начале вот и делаем так чтобы соединительный элемент на отверстие находился к нам а на кристаллину находился от нас и в кристаллину мы должны вставить вот такую вот черную деталь на шесть миллиметров с глушителем. Да. Аккуратно мы это все вставляем сюда. Готово. И теперь нам нужно это все скрепить пять на один. Да. Сюда нам нужно для большего удобства поставить вот такую вот детальку вот такой глушитель длиной в половину отверстия практически аккуратно берем заглушитель теперь берем палочку сначала ее вставим вот эту детальку и сначала делаем так держим так чтобы оно у нас не развалилось готово теперь нам нужно перейти и получилось да теперь делаем все то же самое с другой стороны вот так вот так все должно выглядеть теперь берем вот такой вот подложитель с обычной кристалли 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 только здесь она располагает сначала вертикально мы ставим вот сюда вот и лучше чтобы мы сразу уже повесили себе вот это у нас это будет когда фломастер будет опущен а вот это когда фломастер будет поднят стараюсь ставим теперь нам понадобится вот такая деталь красная кристаллина теперь берем обычную палку на 15 миллиметров вот так вот и делаем берем вот такой вот точно такой же как только без палочки аккуратно его ставим и передвигаем полностью готово теперь на нее мы должны поставить вот такую большую длинную деталь палочку на которую мы должны сначала давайте поставим сюда вы можете поставить для того чтобы для удобства чтобы фломастер не сползал разные детальки я не выбирался абсолютно я просто брал рандомные детальки которые подходили мне сюда и все теперь берем точно такую же и так же аккуратно все ставим нет так же делаем так вот потом с другой стороны тоже должны сделать так чтобы можно было посадить вот эту палочку которую мы с вами сделали но я даже не знаю как это называется просто покажу ее вот так нужно нужно увидеть да мы берем синий элемент 1 на 2 ставим и ставим пропорционально не пропорционально а вот как-то вот здесь вот да даже вот здесь и вот это мы должны кстати сдвинуть конец да теперь мы сюда берем точно такую же вот и ее ставим на вот эту детальку готово и сюда мы как бы уже слистаем желтые детали аккуратно давайте снимем ее чтобы было легче поставить ставим одну теперь делаем то же самое только со второй да кстати здесь нам не нужно еще одну ставить вот здесь она должна быть просто здесь одна и просто мы сюда ставим вот эту да здесь мы продолжаем ставить заглушки и у нас все получилось ставим конец и теперь вот так соединяем ее с другой частью вот точно такой же теперь их вместе соединяем вот такой вот деталь вот такой то есть диаметром 10 миллиметров не диаметром а 10 миллиметров вот так у нас должно получиться поднимается вверх опускается вниз вверх вниз шипломастер все то же самое дел да может может немножко сделать да вот так будет лучше да теперь давайте делаем так чтобы вот когда мы все вверх вниз вот эта белая сталька у нее уменьшилась первое с того то что она выпадет что мы должны для этого сделать берем вот эту красную да теперь ставим на нее 1 на 4 пластинку на нее ставим 1 на 4 элемент и сюда для красоты ставим такие же треугольники как и на головку да вот так у нас получилось вот так у нас передвигается вниз вверх все это делаем по-моему ставим все обратно даже лучше будет если мы сюда поставим то есть здесь сюда эту поставим чтобы она находилась у нас вот здесь вот и ставим головку сло-мастера сначала поставим головку который у нас едет аккуратно вот так да теперь на нее мы ставим фломастер и видеть он опускается поднимается и у нас все работает да только теперь фломастер давайте опустим и все готово еще работает Опускается, поднимается Опускается и поднимается Да, все работает Осталось только сгребить сюда этот провод И все Мы смогли сделать этот обычный принтер Не 3D принтер, обычный Да, мы рассмотрели с вами, как сделать самые важные моменты А именно эта головка, как она должна ездить И то, как он должен подниматься фломастер Да Ну на этом все Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки Всем удачи, всем пока, друзья